Ну, ты часто играешь? Ну, ты же видишь. Вот, простой тест. Мы находимся в клубе «Карамболь». Ты знаешь, что такое «Карамболь»? Какой-то прием? О, кстати, да, блин, нормально. Ишь, в чем состоит прием? Что ты за раз все шары в лузы загоняешь? Да, нет. Как в этом, в боулинге? Ну, типа, это если ты… Блин, я вообще не умею, если честно. Ну, твоя очередь. Круто. Короче, это если ты ударяешь шар, а он ударяет другой шар, и тот шар загоняется… Мы белый бьем, правильно? Да. Просто у меня такая проблема есть в жизни, не знаю, проблема белых людей, что я не знаю, я легша или правша. И мне это в жизни очень сильно мешает, и конкретно в пуле это проявляется лучше всего. Потому что… Вот я сейчас буду пытаться бить правой рукой, но если честно, я очень сомневаюсь, что у меня сразу получится что-то. Скорее всего, это просто будет очень нечестная игра. Вот я про это говорю. Черный шар не надо забивать, черный должен быть последним. А если я забиваю черный шар, тогда значит, мы проиграли или как? Ты проиграешь? Я проиграю. Блин. Как это нужно вот здесь, вот в эту штуку, да? Оля. В смысле? В какую… Ну, где куда нужно ставить, ладно. Ну, делай, что хочешь. В том, что тот, кто первый какой шар забьет, тот и того шар и будет. Я в курсе, да. Ладно. Ну, я не умею вообще играть. Это просто… Жалкое зрелище. Ну, смотри, как бы осуждение на лицах я пока не вижу, так что… Ну, никто на нас не смотрит. Чувствуется, это будет долгая игра. Нет, я знаю. Это будет долгая и мучительная игра. Самое длинное свидание в жизни. Угу. Какое у тебя было самое длинное свидание в жизни? Ну, в смысле, оно было таким длинным и плохим, что я запомнила, или таким длинным и хорошим, что я запомнила? Да, сколько ты встречалась с бывшим? Ну, это уже как бы серьезные такие вопросы начались. Ну, ладно, я попробую пофорсить, и будет красиво. Мне, конечно, очень стыдно, но в целом, как ты мог заметить, это не совсем женское место, карамболь клуб. Ну, тут никого… Это февинизм. Нет, ты ближе ставь. Можно возьму? А? Можно возьму? Помоги мне понравилось. Смотрите, нужно поставить кей, ну, то есть за кончик кея и управляй кончиком кея. То есть поставь руку ближе к шару. Твоя рука должна быть ближе к шару. Я сам не знаю как, но вот я так догадываюсь. Просто я как будто левой рукой вообще не могу управлять. Я, например, кушу левой рукой, рисую левой рукой. Ну, я видел в анкете, что ты 2D-художник. Да, я работаю в геймдеве, и как мой бывший любил повторять, я работаю на ферме. Он очень над мной смеялся, потому что я работаю над игрой на мобилке, и там ты, в общем, живёшь на ферме, собираешь урожай, ездишь в экспедиции. Ему это казалось очень смешным. Очень смешным? Угу. Ну, это не очень смешно. Ну, значит, у него было такое чувство юмора. Просто белую хочешь забить шар? Блин, это, конечно… Ну, если тебе будет легче победить, то как бы почему нет? Я не играл очень много лет. А, то есть ты играл когда-то уже? Да, да. Смотри, надеюсь, это как бы скоро разрешится наш вопрос о том, кто что забивает. Ну, я не должна трогать другие шары. Да, да. Ты нужно ударить как-то… О, супер! У тебя, значит, второй ход подряд. Слушай, я очень рада. Так, а ты, получается, типа режиссер. Что это значит? Ты занимаешься рекламой или чем-то? Да, лучше… Честно, я уже жалею, что я это написал. Почему? Ну, как бы… Ну, потому что такой режиссер. Да я просто снимаю всякую фигню, типа, на телефон. Что ты снимаешь? Всякую ерунду, которая никому не интересна на телефон. Ну, смотри, тик-тук хаусы есть, ты можешь стать вторым данным. Ладно, ладно. Ну, я не буду совсем позориться. Я, типа, для фестивалей. Типа, фестивальное кино? Да, да. И что это значит? Бля, Женя, ты мои сигареты, бля, спуришь? Что это значит? Я не знаю, что это значит. Ну, я, типа, безбюджетный режиссер. «Лево русское оконченное кино» придумал наше движение. Это значит… Ой! Это значит, что… Я пытаюсь снять то, что… Ни одной голливудской студии бы в голову не пришло. То есть… То есть то, что… Ресурсов у меня мало, да? Угу. Но я думаю, что это в каком-то смысле освобождает. То есть то, что я могу без бюджета снимать… Ладно, все, забудь, реально. Ну ты… Не, ну ты понимаешь. Я могу без бюджета снимать вообще все, что хочу. А Скорсезе, он как бы не все, что хочет, может снимать. Он должен там снимать про гангстеров. Понимаешь? Просто… Нет, я не совсем сейчас понимаю. Но если он любит гангстеров, он, наверное, снимает про гангстеров, поэтому, нет? А… Ну я не знаю, любит он гангстеров или нет. Или просто ему… Ему приходится снимать про гангстеров. Можно я их люблю, пожалуйста? Хорошо, хорошо. Мне кажется, у меня должен быть второй шанс. Что теперь? Ну он ставится сюда. Вообще, по-моему, на этой линии можно в любое место его поставить. На этой линии? Да, но теперь я стучу. Я понимаю. На горизонтальной линии. То есть, я могу вот, грубо говоря, сюда поставить. То есть, белорусское оконченное кино – это, типа, какой-то клуб режиссеров, да? Ну, там только я один в основном. Все остальные реально разъехались. Ну, слушай, если у тебя уже есть какой-то, типа, лейбл, то это довольно круто. Ну, типа… Так или нет, да? Спасибо. Я инди. Вот, знаешь, я думаю, что все люди… относятся к разным культурам. Ага. И вот я в Индии культуре. А ты, наверное… Кальян культуре? Или что? Ну, я не знаю. Ты айтишница, айтишники любят. Ты айтишница – 2D-художник. Если там латинские буквы – 2D… Ну, типа, ты на ферме работаешь, в геймдеве, да? Ну, типа, да. Я, получается, айтишница. Круто. Ну, это и субкультура моя такая. Айтишница – два черша, я себя так любила называть. И, то есть, ты ходишь, наверное, в кальяны? Нет? Нет, я в кальяны не хожу. Не, ну а как тебе вот это место для первого свидания? Бильярд. Нормально я выбрал? Ну, это довольно свежо, потому что… ты отвлекаешься на еще какой-то процесс и, наверное, не так смущаешься. Самое главное – не ходить в кино на первом свидании. А я вообще не знаю, в чем смысл? Ты же, типа, киноман, да? Типа, нет, ну я хоть киноман. Ну, типа, а смысл ходить в кино? Там ты просто молчишь и смотришь, типа, Дюну. Нет, так я знаю, но многие совершают такую ошибку, и, наверное, потом эти свидания не так часто повторяются. А ты смотрел на Дюну? Нет. Что ты говоришь? Нет, а что, советуешь? Ну, нормально. Ты тоже с Тиндером с кем-то ходил на Дюну? Я вообще ни с кем не ходил. Мне реально в Тиндере я зарегистрировался, и мне нравится, типа, ну я сейчас не чисто для тебя это говорю, мне реально нравится одна… я типа свайпаю всех влево, мне нравится одна девочка, типа, из тысячи. Я просмотрел всех, я серьезно, я прошел Тиндер. Миссия completed. Я пролистал всех, и там было написано, все, профили закончились. У меня стояло, типа, сто километров вокруг меня. Нет, у меня есть такие знакомые, которые долистывали до конца Тиндера. И, типа, я вайкнул, там, типа, пять человек, и из них была ты. То есть это супер вообще совпадение, и то, что ты меня тоже вайкнула. Довольно угарно то, что ты их называешь девочками, потому что у меня есть знакомые, которые называют их девахами, и я у него спросила, почему так? Ну, типа, довольно развратное слово. Он такой, вот так они уже знают, на что идут. По-моему, что ты такое ответил. Ну, это смешно. То есть для меня, в целом, это, наверное, девчонка слово. Потому что девочка – это совсем что-то такое, ну, как бы до 18+. То есть я немножко патронизирую, да, женский пол? Не то, что ты патронизируешь, а как будто бы ты препод какой-то. Тебе, наверное, преподавать где-то в школе. У тебя не было никогда такого периода в жизни, там, где ты был преподавателем? Я, кстати, работал преподавателем, преподавателем математики. Где работал? Преподавателем математики в лицее. В лицее, типа, БГУ? Да, в лицее БГУ. А так ты, получается, типа, умный какой-то, да? Ну, представь, если я работал преподавателем математики, значит, я учился на математику, значит, я учился на программировании, но я не работаю в области IT, как ты. И это можно назвать такого человека умным. Ну, математика и программирование не всегда связаны. Слушай, ты мне так задурил голову, что, походу, я уже начинаю проигрывать. У меня все, вообще, одногруппники зарабатывают, типа, миллионы. Ну, а ты, типа, человек искусства, да? Да. Они меня все, наверное, считают идиотом. Ну, короче, вот честно, можно я честно скажу? Ну, идиотом, как у Достоевского, типа? Нет, можно я честно скажу? Я не читал. Я вообще не читаю книг, видишь? Еще один аргумент в пользу. Но, я скажу честно, ты мне понравилась. Просто, вот, по профилю. Без обид, но ты мне понравилась, да? Ну, без негатива, то есть… Без негатива, я понимаю. Да, потому что сразу видно, что, ну, ты умная. Это как видно? Ну, потому что большинство людей, там чисто даже фотки видно, что это человек без чувства юмора, без, типа, какого-то вкуса, в имидже. Конечно, большое спасибо за комплименты. Ну, вот я сегодня как раз разбирала свои фото в Тиндере. И тогда я смотрю так. Первая фотография, ну, типа, показываешь силу, типа, кулак. Да? Все такое. Потом на второй фотографии у меня я сижу, типа, показываю жопу, и я сижу с бокалом. Ну, чтобы все знали, что я, типа, бухаю. Ну, то есть, такая нормальная баба бокса. Золотые купола. Нормальная деваха. Ну, типа, нормальная деваха, золотые купола и все такое. На третьей фотографии я такая вся мечтательная, в шляпе, и, типа, я в горах в Грузии, чтобы все понимали, что я, как нормальная женщина, люблю путешествовать. А на четвертой – мое альтер-эго из комикса Хансельмана, там, где просто собраны все мои любимые элементы, типа, ау-е-тематика, типа, кольца, типа, с… как это, господи… с колючей проволокой, Vika Face Spring Eternal на футболке, и, типа, крутая отвязная чуиха. На самом деле… Ты читала Хансельмана, да? Ну… Я видел, что уже написано, что любишь комиксы. Я тоже читал просто. Видишь, это уже аргумент. Я, честно говоря, увидел у тебя в картинках скриншоты с Хансельмана, я такой думал, может быть, это онлайн-мем. Типа, знаешь, как с этим котом есть, типа, ха-ха-классик. Да. И это все постят, кто даже никогда в жизни не слышал, кто такой Хансельман. Ну, в принципе, таких людей уже можно заинтересовать и предложить им почитать Хансельмана. Видишь, еще один аргумент. За что? За то, что ты стоил… Свайпа, свайпа вправо. Это неплохо. Слушай, а ты не… почему вот ты не поступил, как другие настоящие мужчины, не установил кликер? Кликер. Кого не установил? Кликер. Кликер. Насколько я понимаю, это какое-то такое… Ты, по-моему, бьешь. Нет, нет, у меня не получилось. Это как такое приложение стороннее для Тиндера, которое за тебя ставит лайки всем женщинам, потому что всем известно, что женщины ставят гораздо меньше лайков, и чтобы с кем-то сходить на свидание, нужно ставить больше лайков. Ага. Но ты не из таких, я поняла. То есть ты имеешь в виду, что человек какой-то просто ставит автоматически лайки? Да-да-да. Тебе кажется, это странно, да? Здорово, конечно. Блин, я даже не знаю. Я наоборот, честно говоря, чем больше лайков, ну, я не знаю, это же будет больше матчей. У меня любой матч, это типа… Стресс? Ужас, конечно, это стресс. Я вообще не хотел, ну, я бы мечтал, чтобы вообще ни одного свидания не получилось. То есть у меня было первое свидание, как было. Я написал у Чувихи, типа, давай пойдем, девочке, которая мне понравилась. Ну, ей до 18 было, да? Нет, нет, нет. В Тиндере нельзя до 18, но по крайней мере официально. Ага. И она написала, типа, у меня мало времени, я много работаю. То есть просто, в принципе, даже не то, что в другой раз, а просто она не может, у нее нет времени. Угу. Ты такой, почему она поставила мне лайк? Зачем мне лайк? И вторая мне просто не ответила. То есть… То есть я была третьей? Или попытка номер пять, как у Меландзе? Ты прямо в смысле первая, с кем я иду на свидание. Не, я понимаю, но было бы красиво, если было бы как у Меландзе. Если ты понимаешь, о чем я. Ну, человек пять лайкнул, поэтому… Не, ну и как бы ставить кликер, который всех лайкает. Я, наоборот, такой, типа, когда кто-то мне не нравится, я принимаю решение в долю секунды. Я сразу идти влево, и я такой, ну, отлично, типа, на одного потенциального человека, с которым нужно общаться меньше. Блин, ну знаешь, что мне нравится, что у тебя, типа, свитер, типа, очень стильный. И я знаю, что это из женского отдела H&M, потому что, ну, всем понятно, что, типа, Билли Айлиш направлено, ну, типа, такие принты конкретно на женский отдел. Угу. Но при этом еще… Это действительно из женского отдела? Не преднамеренно? Да, да. Это не преднамеренно. Не переживай, я просто тебя троллю, просто прикалываюсь. Бля… О, супер. Сейчас начнется серьезная игра настоящая. Да я вообще ни хочу ни с кем знакомиться, если честно. Ага. Ну, мы просто можем провести неплохо один вечер, и все. Да? Да не, ну, просто… Слушай, мне кажется, я стала лучше бить. У меня… что? Мне кажется, я стала лучше бить. Да, извините, я перебил. Может быть. Ну, у меня просто, знаешь, есть такая мысль, типа, что… я не достоин того, чтобы… Короче, блин, я не… Я не хочу знакомиться с новыми людьми, потому что я боюсь того, что… Не знаю. Что люди будут, не знаю, ко мне хорошо относиться. Не знаю. Ну, то есть у меня очень сложное отношение со знакомствами новых людей, потому что я не понимаю, с кем они знакомятся. То есть они знакомятся со мной или с каким-то человеком, вот, который построен в соцсетях. То есть какой-то фальшивый я. А меня настоящего они все равно не видят. То есть в этом… Ну, ладно. Непонятно, да? Ну, смотри, знакомства в Тиндере, они довольно быстро проходящие. И обычно нету такого… Нету такой надстройки перед знакомством, что ты, типа, уже все придумал об этом человеке. Такого нет. Так что я бы так не переживала насчет твоего какого-то образа конкретно в Тиндере. Потому что я думаю, что это несерьезно воспринимается. Ну, ты не знаешь, типа, ты ко мне относишься с симпатией, да? Ты мне поставил лайк. Ты, как бы, сейчас мы с тобой нормально общаемся, но ты не знаешь, что, может быть, в душе я, типа, полный урод. И я не достоин, вообще, такого отношения, знаешь? А это все с опытом узнается, так что… Ну, вот, я хочу, чтобы люди сразу это знали. То есть я могу сразу написать в Тиндере, что я, типа, монстр. Ты можешь всем… Я не достоин любви. Ты можешь всем давать визитки такие с надписью «Привет, меня зовут Никита, я монстр, я не достоин любви». Как тебе такое? Блин, тебе смешно? Мне вообще не смешно. Потому что это немного хэви тема. Какая тема? Немного, извини, пожалуйста, англицизм, я же как никсель-пиксель. Это немного тяжелая тема для первой встречи. Тем более, что я, видишь, занята таким серьезным делом, я пытаюсь попасть по шару. Ну, в целом, каждый достоин хорошего отношения и балдежей, и… Ты так реально считаешь? Конечно. То есть я тоже достоин чего-то хорошего? Я думаю, что да. Блин, я уже давно так не считаю. Ну, как бы понятно, что никто не без греха и так далее. Никто не без греха? Ну… А судьи кто? Не, ну, слишком много людей думает, что, типа, они, там… Ну, выпячивают свой благодетель, скажем так. А я выпячиваю свои грехи. То есть… Можно так сказать. Ты не понимаешь, что ты делаешь? Ты, типа, котят убиваешь или что? Нет, я просто… И снимаешь это на видео? Я просто плохо отношусь вот к людям, которые мне близки. То есть это все, начиная с детства, то есть… Я кучу раз говорил своей маме, что я ее ненавижу. И ни разу не говорил, что я ее люблю. Ну, можешь прямо сейчас ей позвонить, если тебе станет это легче. А она за границей. Дорого. Так ты по Виберу позвони. Я думаю, у каждой мамки должен быть Вибер. Ты реально хочешь что-то сделать? Ты меня на свободу берешь? Ну, что, да, сделай. Если ты давно хотел это сделать, то ты должен это сделать. Хорошо. Я прямо сейчас это сделаю, реально. Ну, если она снимет. Она испугается. Знаешь, это как последний звонок перед концом. Все говорят, что нужно чаще звонить мамам. Хорошо. Это какая-то типа философия из русских комедий, типа, «С новым годом, мамы». «Елки». Это же самое душевное в фильме я слышала. Но я, правда, не одну часть не смотрела, а их уже шесть. Это сколько? Честно, Слава представляю. Первая встреча, а уже мужчина звонит своей маме. Это и довольно интересно. «Алло, привет. Как дела? Что делаешь? Что делаешь? О, за ужином. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Алло. 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 Да ничего, я здесь просто… Я… Я тут… Да просто без повода. Говорят, что нужно чаще звонить мамам. Очень мило. нужно чаще звонить мамам и говорить что ты их любишь поэтому я тебе говорю поэтому я тебя люблю мама ну все тогда пока связь плохая так что пока вот это очень легко было еще говорят часто нужно бабушкам и дедушкам почаще блин ну все сейчас мы не будем устраивать типа мы будем просто час всем звонить и что она была удивлена да она была вообще ну типа как будто у него такая радость голосе как будто это очень лучшее что с ней происходило в жизни за все годы возможно это было лучшее что она от меня получила за все эти годы и серьезно я просто ужасно был ребенок я такая что ты делал например ну типа я не знаю в школе там дрался многие дерутся в школе не может привести конкретный пример без абстрактности и очень слабо понимаю чем ты говоришь ты сама сказал что не хочешь тяжелый разговор не вот это же прикол и наоборот потому что это уже было давно в детстве ты про детстве не ну ты попробуй конечно типа что-нибудь ужасное не рассказывай что хорошо допустим мы не вот шахматный турнир мне было я был типа в третьем классе одной из самых худших моих воспоминаний я был где-то не знаю мне было лет 8 допустим да и это был городской турнир по шахматам и я и я играл с каким-то пацаном который был у меня младше но и он был внешне гораздо меня мельче почему может было лет шесть и и и короче началась игра и я такой был тоже весенчак трон я начал говорить типа начале партии по приколу просто ну что сдаешься он такой нет нет высоким голоском мы продолжаем играть мы играем играем ну вроде не тем дебют прошел начался беден шпиль хорошо вот в дебюте я у него спрашиваю ну все да сдавайся предлагаю сдаться он такой нет потом мы вошли в миден шпиль середины игры и он убьет и он короче говорит окей я сдаюсь то есть я просто его загнобил тем что я был его крупнее и тем что много раз повторял давай сдавайся я какого-то типа пацанчика заставил сдаться и и так я получил четвертый разряд и радость не только не слава потому что мне засчитали победу я четвертый разряд а что-то почетное или ну да да это типа 2 выше до 4 самый низкий а ну слушай это угарная история я думаю это типа те угарную ну хорошо это еще не самое худшее только чтобы я с реально худшие истории тебе рассказал что ты реально поверила что я ненавистен зачем это нужно я не могу по-другому не помнила поднял эту тему потому что я не могу по-другому иначе это получается не искреннее общение ты можешь искренне общаться и не поднимать какие-то руки хорошо вот я все детство любил очень со своими родителями ездить кататься на высших мы все время ездили на горный выше то есть ездили в словакию в польшу и здесь минске тоже во всякие силищи в агойске ездили и ну и и для меня это было вот как бы душа зимы соль зимы то что ты едешь на горных это было каламбурная соль земли не придумаешь не придумаешь и мне очень нравится ездить на горный выше все время этого горный выше и и карамболь и короче я и детство кончилось мы перестали мой ход я что-то люблю детство кончилось и мы перестали ездить на горный выше и я в 19 лет начал встречаться с девушкой и что в первую зиму наших отношений решил пора возродить традицию которая закончилась два года назад пора снова поехать на лыжи ну типа без этого зима не может быть нужны вы же и был один нюанс девушка вообще не умела кататься на высших никогда уже не каталась я такой подумал что типа раз всем моей семье умеет когда чем выше хотя мы там инструкторов нанимали она должна научиться сразу же и мы приехали на высших взяли на прокат там эти ботинки вы же и и она такая становится бегаю ну все ты стала на вы же езжай езжай и она едет 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 нормально быстро катится с горы но первый поворот и там до кассетка на тянут просто привет вот туда сквозь сетку с деревья в лес и типа для меня на и что в этот момент произошло как бы нормальный человек он был такой сказал ой я сейчас помогу как давай наймем инструктора может быть сюда и так далее но я сделал по-другому я начал на нее кричать типа все-все-все ну почему все я еще раз я начал на нее кричать потому что у меня в голове было такое что все этот проект по возрождению детства закончен испорчен невозможно детство возродить мне было так обидно что типа фэйл а то есть ты из тех людей которые помещают на другие свои неудачи да и я и начал кричать типа она там прямо лежит не может подняться я и хочу гнида ты гнида ты все испортила вот пример того вот и это умножь на 8 лет и поймешь какие у нас были отношения ну наверное твоей девушке надо поставить памятника что с ней сейчас понятия не хочу вообще знать ну потому что я хочу начать с чистого листа но я не могу начать чистого листа потому что на мне вот этот багаж что я ужасный человек попробуй походить психолог я хожу я хожу в терапию и что дальше это что терапия то что это лечение души или это какое-то исправление моральных качеств а как марка почему что вот это вот эта терапевтическая вещь типа любой злодейство можно исправить можно объяснить какой-то медицин совершил массу массовое убийство у него значит какая-то была болезнь просто не выявлены а нет такого что он просто злодей что он ничтожество какой-то вот экзистенциализма не хватает так можно делать слишком горячо но придется придется ладно я рассказал ужасную историю расскажи ты какую ужасную историю но должен быть как бы равный обмен на свидании чтобы началась дружба я слышала должно быть такое что ты рассказал одному человеку что-то и как бы даже поставила этим неловкое положение потому что он понимает что для чтобы ну продолжилась дружба и нужно рассказать что-то такое я вижу что ставки упали уже максимум речь идет о дружбе между нами не ну бэтбоев все любят но я не уверена что сейчас а для меня подходит потому что бывший у меня был бэтбой это ну расскажи какую-нибудь про него историю и но ты же скажи может быть историю где ты тоже себя ужасно повела чтобы было справедливо ну ладно я сейчас подумал или у тебя такого нет ты ангел ну это ты конечно очень некрасиво заявляешь что я не красиво я не знаю я то не знаю я тебя не знаю я с тобой вижу первый раз в жизни не придумать а вспомнить что-нибудь такое ну в целом я не скажу что я как-нибудь себя как-то определенно чудовищно вела но как минимум я не знаю насколько это хорошо насколько это плохо но в компании друзей мне нравилось рассказывать истории про бывшего угарные и типа выставлять его в худшем свете но при этом это все было правда но иногда мошка это преувеличенное либо я как-то расставляла акценты так красиво чтобы все смеялись потому что для меня главное повеселить людей они ведут об интересах тиндере написано комедия на для меня очень важно веселить собеседников своих и поэтому я очень часто хуесосила своего бывшего и прям это мне поднимало настроение потому что всем другим поднимало настроение бывшими очень специфический человек я всегда любила говорить что удивляет меня в жизни два человека это типа мой бывший александр григорьевич лукашенко потому что вот эти люди этих людей всегда получалось меня удивить и всегда в плохом смысле комсомолки была такая рубрика люди которые нас удивили она в начале странице на второй странице да то есть внизу такие квадратика на самом деле выросла на комсомолке и я думаю что я бы была другим человеком если бы я каждое лето приезжала к бабушке у нее была подборка комсомолок потому что них выписывали и я их читала все просто все от корки до корки все желтушные новости и все вот эти рубрики и мне кажется что без комсомолки я бы была даже но то что ты рассказала это не так плохо ну типа подумаешь ну прости пожалуйста что и не находишь плохой человек а я очень получаю я не я не делаю никаких выводов лично мне ты пока ничего плохого не сделал сделаешь выигрывать тебя у меня знаю как минимум как и выигрыш меня в пол что в принципе некоторые не прощают слышишь никита некоторые не прощают если у них выигрывает серьезно ты меня не простишь я не знаю некоторые не прощают я рискну есть такие люди которые ради победы готовы на все уже ты можешь мне просто очень настойчиво пытаться предложить сдаться я могу по своему опыту иногда это срабатывает ну слушай про меня говорят что у меня нормальное такое силовое влияние может хоть сдаться никита я думаю в принципе ты можешь забить черный шар как тебе такое вот так стать и можно и иногда тебе сдаваться потому что это нереально но иногда бывает что черные шары падают вузы не такое ощущение что вот я несколько раз своих прошлых отношениях забивал черные шары метафора метафора сейчас быть не очень не но каждый раз но каждый раз почему-то они обратно выскакивали и партия продолжалась красиво как в аниме практически мне кажется фразы из аниме но ты сказала что ты любишь смешить людей кто твои любимые комики давай сверим ты считаешь вообще что для какой-то ну ты бишь дружбы а я здесь ищу новые новую жертву это красиво звучит мне нужна новая жертва и вот моя жертва у меня есть наш тип какой-то жертва и должны у нас совпадать вкус вот скажи кто твои кумиры в комедии вкусов не главное можно просто научить человека мой кумир в комедии это тим хайдеккер уважаю тим хайдеккер антиюмор уважаю круто что знаешь такой антиюмор потому что очень многие вообще не разбираются в целом в русской комедии разбираюсь довольно слабо и не могу тебе сказать кто меня сильно нравится еще люблю джеймса кастера но это первую очередь потому что очень красивый потому что вот это мой типаж принципе насчет комедии все суши ну иначе как я могу соревноваться с кастером может быть паут по прическе нет ты можешь тоже сливаться с интерьером как у меня как тема и прическа я байкотирую по их мастерски серьезно это я тоже знаю кто такой это круто вообще когда у тебя осталось не потест на 6 шаров у меня только один черный подожди так я уже не могу проиграть так я уже проиграла и не заметила этого смысле я могу проиграть и если ты первые закате 6 шаров и черный нет подожди нет я уже проиграла все нет я должен еще забить черный из черный шар чтобы она должна быть черный шаг да тогда выиграть а то есть я по-любому проиграла по сути нет если забьешь 6 своих и черный первее чем я один черный тут и выиграешь сейчас мы попробуем карамболь это все потому что ты не сдался смотри карамболь 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 не получился карамболь ну слушаем давай начнем новую партию потому что мне кажется это бесполезно ты сдаешься не то чтобы я сдаюсь на просто вычисляю вероятности я думаю что я не выиграю я учился на кафедре теории вероятности и что ты можешь сказать по всему этому ну конечно у меня шансов уж тоже предлагаю ничего неча битва полов но ты как бы если феминистка тут это должна воспринимать как унижение потому что у меня явное преимущество на эти подарок ничего это патронизирование ты финист конечно значит сдавайся не нужно говорить мне про спины понимаешь вот эти ты просто ходь чтобы я проиграла нет это классно ничего хорошо ничего облик сивы красивые кольца спасибо быстро дизайнерска 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 я не люблю кольца нет нету печатки у тебя на маленьком пальце на мизинце сейчас всем вся молодежь носит я не выставлю колец ладно давай белый сюда не стоит теперь собери по вкусу я думаю это будет очень легко сделать ты в прошлый раз разбивал или я я ну давай знать значит мое время пришло время феминизма наконец атака твои любимые комики раз ты уже пытался меня разъебать по этой теме я думаю что я думаю что наверное нужно русская русскую русскую комедию в первую очередь потому что мы все же живем в каком-то в россии в российской империи не в русскоязычном комедийном поле нет можно так хорошо белорусская могу тогда я признаю лёшу суханка лёшу суханка я знаю да было русский комик интересно и получается на это ходилки стендап и могли там с тобой пересекаться но наверное не пересекать может быть лёша угарный очень чувак жалко что психический блин мне кажется реально стало вот лучше бить здесь я с первого раза могу попасть по шару но у молодец но ты же не забила его но я не забила еще да это новый лаву знаешь что меня расстраивает и вот недавно скалам бурил насчет соль зимы да ты сказал по моему а получается вот есть это же дмитро гордон но я думаю ты его знаешь украинский блогер и вот меня на самом деле очень разочаровала что он как бы уничтожил каламбуры тем что очень много каламбурил если над этим смеялись а каламбур по сути как бы не самая высокая форма юмора да но он мне всегда очень нравился ну типа как использовать его а теперь мне прям не хочется часто каламбурить потому что гордон очень много каламбурил тебя нет такого ощущения а слушай ну насчет гордона ну типа да он типа превратил каламбуры в кринж не знаю так вам бур всегда были кринжем вот что дух но тем не менее ненарочно я ненарочно скатал соль зимы было ненарочно вот жалко что ненарочно я сейчас скажу очень жалко что ненарочно мое мнение тебе упала никита понимаешь то что ты там какую-то свою девчонку называл гнидой что принципе довольно очень ну редкое слово этому типа ладно ну то что ты как бы с каламбурил не специально это конечно вызывает вопросики так ты забил первый шаг ты же ну я как бы не для того чтобы похвалиться тебе рассказал как бы я не хочу себя жертвы выставлять я просто не знаю ну типа я пришел в основу сюда потому что мне друзья говорят типа ты должен там сходить с кем-то потому что типа давно ни с кем не общаешься но я сам такой думаю что нужно саботировать это свидание потому что все равно я не достоин того чтобы со мной кто-то общался или меня симпатизировал вот эти все симпатии типа комики там шмоники это все есть такой британский сериал пип шоу я помню там была такая какая цитата там где главный герой говорит типа смысле мы будем с ней встречаться я тебе британец мы не умеем встречаться типа дейтится встречаться это вообще тебя не могу дейтится я же в виде типа выросли в великобритании слушай просто угарно проводим время и ты например можешь легко у меня выиграть это расскажите что-нибудь еще про мою душу попробуй чувствуется что давай хорошо сейчас полный саботаж наших с тобой зарождающегося общения я вот здесь немножко похвальство я участвовал московском международном кинофестивале он звучит круто и и и и и и мы тусили вечер после премьеры и вот его хорроры мрф и мы тусили бухали всю ночь и в итоге наступило утро и мы с моей бывшей остались вдвоем на на улице около большого театра все остальные разъехались уже и она короче и она такая нужно типа вызвать такси и она вызывает такси со своего убера и короче таксист таксист перезванивает что типа он не может подъехать большому театру нужно чтобы подошли на какой-то тип вас там стараквапакский переулок отсылка к масяне ну это я сейчас придумал по факту это же наверное стараквапакский был в питере наверное не знаю короче стараквапакский переулок мы двигаем мы не знаю что за стараквапакский переулок подъезжайте пожалуйста к большому театру опера и балета он такой говорит нет типа я не могу там типа нет движения а это типа раннее утро там уборщики всякие самый счастливый человек извини что перебила но короче он не не может подъехать и он вешает трубку и приходят сообщения типа у вас с вашего счета списано столько-то рублей за типа ложный вызов уберу понимаешь о чем моя бывшая начала менять и погнать типа никита сделай что-нибудь я типа вызови сделай такси бабский ложка неприятный очевидно ну типа того ну не будем они короче я не придумал ничего лучше потому что очень обидно что снялись деньги за этот вызов и вызвать непонятно как у тебя не придумал ничего лучше корме как перезвонить на тот же номер этому челу таксисту и это мощь и начать я начал ему типа говорить сюда ты ты что наделал что ты нам делаешь типа мы хотели просто ехать на такси да пусть ты проклят моя бабушка цыганка сегодня ночью на сейчас не зайдет цыганское проклятие тело твоей матери укроется волдырями от ног до головы и она умрет под утро и чувак реально испугался он такое сказал просто типа что ты говоришь не говорю и а моя бывшая начал меня рать тебя что ты делаешь какие-то зачем я тебя не просила это делать я просила сделать такси ты типа ты типа все портишь портишь нам вечер портишь все типа ты диван ты матом начал ты гибанутый и конченые что-то и типа я только что был в поединке можно сказать ты был рыцарью да я был ее рыцарь я защищал ее интересы я даже цыганское проклятие задействовал последнюю карту последний этот трамп карт да да и что произошло она меня обматерила хотя защищал ее интересы место вот так обидно просто до смерти обидно и я ее схватил вот так за затылок за волос ты сказал я заткнись я был а что она сделала в ответ она мне расцарапала все лицо просто ногтями ну если открыть ммкф 2019 пресс-конференция сашина то там я весь расцарапанным лицом ну это конечно забавная история для тех кто там не участвовал и что скажешь после этого я достойную чего-то в этой же с новым человеком ты можешь постараться вести себя по-другому и тогда ну пока что да я тебя не хватает за волосы но ты же мне рассказал что ты можешь сделать я тебе советую сегодня сегодня ехать волосы намотаешь на кулак сегодня поедешь на метро спасибо спасибо что сегодня я поеду на метро уберы нибудь потому что это видишь это чревато хорошо что сейчас только яндекс такси мне кажется это только на владельца фубера может проклятие распространиться но это история интересными а ты проиграл отлично уходим не ну типа вот это просто метафора вот так же я и в своих отношениях сделал не на принципе можем уже пойти можем пойти только я тогда забегу в уборную как и сейчас хорошо я соберу шары спасибо что положу на вы пиво а 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 Продолжение следует... 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 в годы Второй мировой, она говорит, мне было 3 года, я была в концлагере, мне было 3 года, ну типа скажите свои воспоминания, ну реально, там 2 женщины пришли из ССК, типа вспомнить конкретные лица или что, ничего, к ним так и не дошли, получается там такая была тема, что после этого маме звонил мент наш участковый и спрашивает ну у нас такие проживают, он говорит, да, он такой, а почему я не могу найти их по документам у нас, ну, он говорит, то они там типа граждане России, и он такой радостный был, он такой, блин, значит, типа, ну он как бы не в его области, не в его компетенции. Интересное заявление, нет, я не москалька. Ну а почему ты дед гражданин России? Блять, Никита, ну ты, если честно, довольно доебистый чувак, почему у меня дед гражданин России? Ну потому что так вышло, потому что… Только что был всплеск агрессии очень сильный. Ну бывает, потому что ты москалька, очень агрессивно. Извини, не, реально, извини. Хорошо, мой дед гражданин России, потому что, несмотря на то, что он родился в Беларуси, в Советском… Да, очень стильный шоппер. Спасибо. В Советском Союзе была такая тема, что люди уезжали на работу в Россию и получали там, соответственно, гражданство. Или когда распал Советский Союз, он жил в России, я не знаю, как и никаким образом у него российское гражданство. Да. Не обижайся. Спасибо. Я сама решила, обижаться мне или нет. Но, да, это, конечно, было интересно. Что было интересно? Что? Ну, блин. Подожди, остановись, подойди сюда. Пожалуйста. Извини, пожалуйста, что я назвал тебя москалькой. Я не хотел. Ты, ну, просто интернет. Сейчас же все, вот, идентификация, кем ты себя идентифицируешь с белорусской? Ну, явно не демисексуалом. Круто. Ну, все, ладно, а теперь я очень обидимся. Ну, типа, у меня написано в тиндере, что я демисексуал. Но это и есть конкретный смысл. Ты знаешь, такое демисексуал? Да, я знаю, такое демисексуал. Ты можешь меня еще раз прояснить? И что это? Это, знаете, человек, который не испытывает сексуального влечения к тем людям, с которым у него не сформирована эмоциональная связь. Могу более просто объяснить. Значит, что мне нужно пять лет обсуждать с кем-то, с девушкой. Возможно, не только с девушкой. Посмотрим. Посмотрим. Нужно пять лет обсуждать аниме, прежде чем во мне проснуться сексуальное влечение. Понятно. Деми это означает полу. Полу сексуал. Знаешь, как Деми... Мур. Хороший колбур или не очень? Нормально, хороший. Деми Мур это наполовину... Кто? Брис Уиллис. Нет, наполовину призрак, привидение. Блин. Солдат Джейн. Блин. В детстве с моим у дедушки в квартире покойного. Солдат Джейн. Ну я, если честно, не уверена, что я такие фильмы целиком смотрела когда-то. Так, нам сюда? Да. Потише. Реально. Не, я реально боюсь. Я реально думаю, что ты что-нибудь скажешь? Какие-нибудь воздумки? Майдан? И... За наизалежность? Ну пожалуйста. Ну хорошо, не буду тебя нервировать. Кто-то типа выпрыгнет. Слушай, очень вкусно пахнет. Если вот здесь типа огни, это китайское посольство. Там вот дух коммунизма. Дух коммунизма? Не, я реально думаю, что может кто-то... Не знаю. Ну короче, сейчас реально страшное время. Типа моим друзьям-режиссерам приходили угрозы. Они типа уезжают. То есть я еще на каких-то питчингах говорил несколько лет назад. Типа нет, я буду снимать фильмы в Беларуси. Почему? Потому что я могу сэкономить на бюджете. У меня типа есть репутация. Я могу набрать команду высококвалифицированных людей. Просто из своих друзей-режиссеров. Вот они типа мне помогут. Надо технику найти. А сейчас, если я попытаюсь набрать такую команду, то мне придется... Ну я не знаю, что делать. Потому что все разъехались. Все эмигрировали. И типа... Ну это все грустно. У меня тоже многие друзья уехали. Но мы же здесь и стараемся жить где родился. Там пригодился, нет? То есть ты не думаешь вообще об эмиграции? Ну если меня вынудят, я эмигрирую. Если конкретно я буду в розыске, то конечно я эмигрирую. Сейчас нет. Для меня пока есть за что держаться в Беларуси. И я готова... За что ты держишься? За свою семью, за своих друзей, за вот эти улицы. Как бы это ни странно звучало. На самом деле во многих городах не так уж много панелек. А панельки это наша душа. Волуны. Кстати, Беларуси... Наши белорусские волны. Это просто декоративный элемент, потому что в Беларуси нет волунов. Их очень сложно найти. А как же музей волунов? Так там они специально выложены, как карты Беларуси. Хорошо, что территория Беларуси не расширяется. И карта может оставаться прежней. Я царь Беларуси. Я президент. Нет, ладно. Это вот эта карта Беларуси? Нет, это музей волунов. А это не музей волунов? Нет. Это мини, это филиал, да? Нет, это филиал. Короче, не знаю. Я вот все чаще думаю об эмиграции. Ну, тогда собирай документы, не ходи на свидание в Тиндере. Нет, так я думаю, что я должен здесь найти трофейную жену. Потому что там будет сложнее. Где там? Где там? Я реально не знаю, куда вообще я могу попасть. Понятно. Ну, типа, здесь мой как бы статус. Понимаешь? Как найти жену? Статус. У меня здесь есть статус. А что у тебя за статус? Напомню еще раз. Белорусское оконченное кино. Режиссер. Твой лейбл. Лидер движения. Тебе стоит завести сначала... Редактор. Я редактор. Я работаю редактором, кстати. Ты не знала? Не-не-не. Работала редактором на сайте afisha.ru. Я советую тебе образовать свою секту, как Чарльз Мэнсон. Ноль реакции. Ну, извини, не читаю фишу от Викорума. Но, наверное, это что-то очень хорошее. Я советую тебе образовать свою секту, как Чарльз Мэнсон. Там как раз будет много девчат и можно искать... Но прическа у меня уже подходящая. Ну, у него довольно длинные волосы, это правда. Я слушал, кстати, альбом даже музыкальный Чарльза Мэнсона. А, да? Нормальный фолк. А, он же был одержим каким-то альбомом Битлз, правильно? Да, Helter Skelter. И он типа много... Только в чем дело? Потом... Он именно был одержим альбомом и конкретно вот там... Песни, песни. Песни с белого альбома. Белый альбом Битлз. А, и он конкретно там услышал послание, что нужно убивать людей? Как это было? Что типа, что грядет расовая война и... Так тогда там уже классовая война, по сути. Он устроил классовую войну, нет? Блин, я не спец по Мэнсону. Почему вообще Мэнсон? Ну, то, что прикольно создать свою секту и после этого уже куда-то переезжать. И тогда уже девчат будет всегда много, потому что когда ты в секте и ты глава секты, как бы много девчат. А дают, да, визу коллективную для сект? Ну, я не знаю. Если лидер переезжает, то всем остальным тоже дают визу. Ну, я не знаю. Вообще, наверное, секты запрещены. И все такое. Не, я не шучу, на самом деле. Ну, то есть это не шутка. Для меня эта тема не шуточная. Sorry. То есть ты вообще сто процентов не собираешься уезжать? Пока не планирую. Я ни о чем не могу говорить, что это я на сто процентов собираюсь либо не собираюсь делать. Словишь меня? Иди. Давай. Давай. Нет, ближе, ближе. Нет, нет, давай отсюда. А я не допрыгну. Сейчас. Это самое страшное, что было со мной в жизни. Нет, пожалуйста, мне не надо. Я тем более… Это было свежо. Идем. Хелтер-скелтер. Вот посольство, можно просить политическое убежище. Что же за страна? Там типа красные две полосы, желтая посередине елка растет. Не уверена. Надеюсь, что не Афганистан. Да, там просить политическое убежище. Слушай, я уже думаю, что может быть там даже и лучше. В Афганистане, да? Не знаю. Блин, я не знаю, ну вот так типа сходишь в бильярд, выпьешь пиво. Я такой думаю, вроде нормально. Все нормально, да. Типа лагер выпил, и все хорошо. Я пил нефильтрованное. Ааа. Я ценитель. Мне больше всего нравится, вот честно, все девушки, у которых в тиндере в интересах крафтовое пиво, автолайк. Автолайк? Будем пить пиво. Не, ну у меня нет такого интереса. Знаешь, от какого слова пива? От слова пить я могу догадать. От слова пить, да. Ну слушай, ты прям задорный. Почему ты так далеко от меня идешь? Я тебя отпугнул, да? Я творческий, ты должна понять, я творческий. Угу, я поняла. Извини за разговоры про бывшую. Я вообще, да я кончено, реально, вообще. Забудь обо мне. Хорошо. Ну реально, все. Все, до свидания. Все, пока. Я ухожу. Никаких больше свиданий в тиндере. Никаких больше вечеринок, я понимаю. Нет, все хорошо. Не убегай от меня. Ты не отставай от меня. Я больше, что меня заново… Я такой, у меня в флешбеке. Типа меня опять бросаю. Хит экспресс. Офигенное место. Это белорусский 7-11. Угу. Потому что у рэпери такой Ян Глин. И он из Минска. И у него есть песня Acid at 7-11. Типа кислота в 7-11. У нас что было? Спайсы в худка смачная или что? Я написал в рецензии, да, спайсы под хит экспрессом. Неплохо. Это ты типа адаптировал что-ли что-то? Да. А что это за место? Это молодежь отдыхает или свадьба? Свадьба. Ну я не собираюсь крашить чужую свадьбу. На сколько подбежишь и скажешь горько, я тебе дам 50 рублей. Нет, я не буду это делать, извини. 50 рублей? Нет. Должна просто подбежать и крикнуть горько. Нет, я не буду это делать. Я могу бесплатно. Вот, 50 рублей. Нет, не надо мне, пожалуйста, флешить. Сделать это? Ну, я не уверена, что это свадьба. А где невеста? Горько! Ну, это традиция, сказали спасибо. Когда свадьба, нужно качать горько. Куда ты идешь по проезжей части? Горько! Думаешь, я их напугал? Нет, я не думаю, что их напугал. Ну, блин, ты не понимаешь, что свадьба, она проводится публично, специально, чтобы люди разделили этот опыт со всеми остальными. У тебя очень красивый шар. Вообще, ты очень хорошо выглядишь. Спасибо большое. Мне не сложно хорошо выглядеть, поэтому это не очень ценный комплимент. В смысле, не сложно? Ну, мне не сложно брать, подбирать какую-то одежду и все такое. Нет, дело не в одежде, ты просто хорошо выглядишь. Я просто... Один из... Почему я тебя лайкнул? Хорошо выглядишь? А, внешность хорошая, я поняла. Спасибо. Это же основополагающая часть меня, правильно? Мои внешние... А я так думаю, что если человек хороший, то и внешность хорошая. На самом деле, это часто совпадает наоборот. Если человек плохой, то и внешность у него плохая. Это опытом. Я часто проверяла. Ну, видно иногда по внешнему виду. Ну, человек уебан. Ну, сразу видно, нет? У тебя такого? Типа у него свастика или что? Ну, ты типа... Да, типа свастика вы кого-то на вбу. Как у Мэнсона, кстати. Как у Мэнсона. Но Мэнсон это уже наколол в тюрьме. Ну, Мэнсон уже в могиле, так что какая разница? Ну, у него там до самой смерти какие-то за ним группе сбегали. Это нормально. Это клауд, да, так называемый? Да. Что это такое? Не торопись. Ты собираешься довести водителя машины, что ли? Нет, я просто, ну, я устал. А, ты устал? Ну, я не хочу, чтобы... А ты не хочешь спортзал? Такое ощущение, как будто ты бежишь в метро. Вот честно. Может быть, я устала. Может быть... Все, идем в ту сторону. Идем в противоположную от метро сторону. Идем туда. Идем по лестнице вверх. Не-не-не-не-не-не, я хочу на метро. Все, конец. А? Ты уже будешь домой? Да. А что за насилие? А я абьюзер. Ой, какой кошмар. Что ты видишь? Ну, я не знаю. Что? Что тебя держит? Где? Что ты подстал к этой стране? Этот пациент. В Белоруссии, значит, эта страна. Белоруссия. Я называю Белоруссия. Ты называешь Белоруссия? А потому что это, типа, вот, греческая. Да, греческая. Белорусь – это Русь. Это русское слово. А Белоруссия – это греческая. Потому что была мода на все греческое. Екатерина II тогда просто сыпала этими… Приколами. Грекизмами. Эллидизмами, да? Или как это называется? Эллинизмами. Эллинизмами, да. Что, типа, Евпатория, Симферополь, Феодосия. И Белоруссия. И Белоруссия. И Белоруссия. И Россия. Тогда Русь превратилась в Россию. Ну, просто думаю… Хочу поговорить. Ладно. Короче, да. Ну, прибилегия. Жить в Белоруссии. Вот. Жить здесь. Протесты. Большебе. Блин, не надо, пожалуйста. Мне смешно. Ты даже у меня спрашиваешь… Блин, но я читаю новости. Я раньше читаю новости. Типа, человек там чуть ли не просто подумал. Подумал в голове. БЧБ, сочетание цветов. И все. Его посадили на 900 суток. Вот такая новость была. Схема Большебе. Была такая новость на ресурсах, которые даже нельзя упоминать. Если ты упомянешь в переписке… Это глаз вон. Если ты упомянешь в переписке с родным человеком, сразу приезжает… Но это если родный человек тебя сдаст. Да не сда… Никто никого не сдает. Просто… Типа, просто… Я не знаю. Я не знаю вообще, что происходит. Я не читаю новости специально, потому что слишком страшно. Это как хоррор. Типа, я снял хоррор, фильм про МРЭП, а теперь вся жизнь. Хоррор. Типа, включаешь новости, там кого-то за какую-то… Типа, он ничего не сделал. Да, типа… Ну… Ну, в таком мире мы живем. В Советском Союзе тоже жили люди, и не все уезжали. В 2018 году… Тогда были закрыты границы. В 2018 году, в 2018, возможно, еще было уехать. Но не все уехали, не знали, на что они идут. Никто не знал, на что это. Ну, я вот такой человек, что я не знаю вообще даже, что происходит сейчас. То есть… Ну, слушай, я… То есть, что это за новости? Отправил в личку своей жене какой-то пост. Угу. Тебя садят там на несколько месяцев. За каждый пост по 15 суток. Это нормально? Ну, смотри, ты можешь не читать новости об этом, и отправлять в личку своим женам все, что ты хочешь? Либо ты можешь пойти к психологу и поговорить… Я хожу, я хожу, кстати, к психотерапевту. И что тебе говорит твой психолог? Потому что психотерапевт не совсем то. Они просто назначают тебе лекарства и не разговаривают с тобой. А психологом ты можешь проработать какие-то темы. Я слышала, что это очень прикольно. То есть, ты считаешь, что со мной что-то не так, а не с миром вокруг меня? Ну, конечно, не с тобой что-то не так. Просто твое восприятие мира… Да. …заставляет тебе неудобства сейчас? Не понимаю. Ну, тебе явно неудобно жить в этой стране, но ты по какой-то причине не хочешь уезжать, и чтобы продолжать комфортно в ней жить, Потому что мне, с одной стороны, удобно, понимаешь? Я… Нет, наоборот, я полностью… Я закрываю глаза на многие вещи. И на самом деле мне удобно жить. Ага. Но… То есть, я полностью… Вот… Внутренняя эмиграция. Я типа… Ничего, никакие новости, всякую ерунду. Спасибо. Но… Но иногда я вижу, знаешь, краем глаза… То есть, краем глаза… Я вижу, стоит демон у меня в комнате. Я когда на него смотрю, ничего нет. Угу. Но краем глаза, где-то в щелке окон, среди штор, я вижу, стоят демоны. Понимаешь? То есть, вот… Я типа… Все хорошо, да? Я общаюсь со всеми друзьями, нормально. Но когда я начинаю общаться с друзьями-режиссерами, оказывается, что они все уехали. И это демон. Ну, я понимаю. Я тебе очень сочувствую. То есть, я вижу демонов в щелях, по углам. Их сразу не увидишь. Нет какого-то легкого решения такой проблемы. Нет для меня… У тебя… Для какого-то однозначного ответа для тебя, что ты можешь с этим сделать. А что я должен делать, как художник? Что я должен снимать? То есть… Ты ничего не должен. Если ты что-то… Не, ну, я читаю вот это интервью… Я читаю интервью… Режиссер, типа, не… В Германии живет Алексей Павуян. Он говорит, типа, каждый художник, который живет в Беларуси, он должен… Вот… Сейчас только одно искусство имеет право на жизнь. Нет. Протестное искусство. Нет. Моя позиция такая, что человека… Если человек чем-то горит, то он должен этим заниматься. Нет. Если для тебя это не горит тема, то ты этого не должен делать. Нет. Для меня это горит тема, но… Я просто чувствую слишком много давления. То есть, я как режиссер белорусской конченой кино, я должен вот делать одно. Угу. И… Этот… Этот немец… Ну, белорусский режиссер, который живет в Германии, типа, он живет в Германии, он вот и говорит, что те, кто живет в Беларуси, должны делать протестное искусство. Ну, типа… И я должен его делать. Просто поэтому. Просто потому что какой-то чел сказал тебе что-то делать. Ты должен что-то делать? Ну, я чувствую давление. Я чувствую, что я должен это делать. Понимаешь? На самом деле, я согласен, что я должен это делать. Но… Делай. Нет. Когда меня заставляет, я типа панк. Я… Белорусское конченное кино – это когда ты делаешь то, что не должен делать. Ну, отлично. То, что ты запрещает делать. Отлично. Если было для себя направление, ты не должен этим заниматься. Государство запрещает это делать. А Алексей Павуян давит, чтобы ты это делал. И они могут… Ты должен понять, что у тебя больше… С этих смешанных сигналов… А при этом… А при этом какие-то режиссеры вообще… Типа снимают… То есть, российский режиссер Борис Гуц. Он снял фильм, который называется «Минск» про протесты в Белоруссии. И он снял этот фильм в Эстонии. Эстония выделила деньги, и он снял этот фильм. То есть, настолько интересная тема. Я такой думаю, так я, наверное, тоже должен снять такой фильм, если даже люди, какие-то россияне в Эстонии снимают. А потом я думаю, типа, это культурная апроприация. Он, типа, просто крадет нашу культуру белорусскую. Ну, типа, я реально думал, что на все фестивали, куда вот он отправлял свои заявки. Ну, типа, там, все крупнейшие фестивали. Нужно отправить мне письма, типа, пресс-релиз. Байкотируйся от фильма или? Ну, типа, обнаружен фейк. Обнаружен фейк. Фейк-ньюс. Обнаружен фейк-муви. Если вам пришла заявка на фильм «Минск», не ведитесь. Это фейк. Это… Таллинн. Это Таллинн. Это не Минск. То есть, там написано «Минск», фильм называется «Минск», но это Таллинн. Вот Минск. Вот это Минск. Ты думаешь, такое есть в Таллинне? Вот. Концертное зало. Есть в Таллинне? Я не уверена. Кока-кола. Думаешь, Кока-колу пьют в Таллинне? Я думаю, там даже Пепси пьют. Там только Пепси. Там только Пепси. Там Пепси и водка. Только два накидка. Ужас какой. Вот там. Олимпийский резерв, памятник Якубу Колосу, сотый автобус знаменитый. Ты думаешь, это и есть все в Таллинне? Как они это воссоздали? МТС, наш оператор мобильной сотовой связи. Я не знаю, как они это воссоздали. Вот это Минск. Мы в Минске. И вот это. И то есть я думаю, что я должен снять фильм Минск. Но у меня нет денег. Вот именно. Я не могу снять вот эти там петарды, чтобы взорвались. Значит, ты должен снять какую-то маленькую трагедию в городе Минске. Так что. Да вся моя жизнь эта маленькая трагедия в городе Минске. Ты как Чехов. Потрясающе. Если у него, конечно, трагедия. Я не совсем в этом уверена. Вот. Трагедия. Это трагедия. Ты не смог прокатиться. Я поняла. Я не знаю, почему. Это реально трагедия. Давай попробую еще. А ну не скользи. Блин, Никита. Сильно. 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 Я не знаю. Я, если честно, не знаю, с чем это может быть связано. Не знаю, в общем. Тебе не на метро? Нет. Я здесь живу грязно. Повезло. Центровой пацан. А мне нужно ехать. А ты не в центре, знаешь? Нет. Знаешь, ей была такая история. Одна девочка жила на станции метро Модилевская. А мой знакомый жил около площади Бангалор. И она ему сказала, мы не можем с тобой общаться. Мышим в разных городах. Угу. Что-что? Не, у меня еще нет. Так вот у вас жетонов хочешь. Вам еще нужен жетон? Нет. А что вы? Не жетоны, наоборот. Надо продать, чтобы за маршрутку рассчитаться. Так а почему вы просите жетоны, а не просят монеты? Нет. Я могу вам дать 2 рубля. Держите. Мне не нужны жетоны. Спасибо. Можете кому-то еще продать. Ага. Да. Алексей Глызин. Ты знаешь, кто это? Ммм? Ты знаешь, кто такой Алексей Глызин? Да. Крутая прическа. Слушай, похоже на твое, если честно. Ну с кем ты это говоришь? Ну это как у звезд, понимаешь? Это комплимент. То есть ты мне сделал комплимент, а я тебе могу сделать комплимент. А какой ты сделал комплимент? Что я красиво одета. Я не сказал, что я красиво одета. Я сказал, что ты отлично выглядишь. Две разные вещи. Да? Ну ладно, извини. Значит, я как-то не так считываю это все. У тебя тоже хорошая куртка стильная. Это куртка… И прическа Алексей Глызин. Когда умер мой дедушка… Это связала мое бывшее. Серьезная женщина. Я ношу частичку ее при себе. Это очень мило, наверное. Не знаю. Я с бывшими вообще… Не, ну я просто считаю, что… Ну я не тот человек, который удаляет все фото и так далее. Угу. Я считаю, что… Перечеркивать историю не надо? Это хороший товар. Вязаный. Я бы не стал вообще вычитывать ничего. Не, я думаю, что… Типа… Вот про куртку скажу, что… Дедушка умер. У него разбирали вещи с антресоли. И там лежал в глубине антресоли сверток такой. Типа… Непонятно. Угу. Его раскрыли. А там лежала вот эта куртка. Типа в газету завернутая. Она была новая. На ней была типа бирка. Это какая-то типа куртка, сделанная чуть ли не в Советском Союзе. Но типа абсолютно новая. Ее никто не носил. Моль до нее не давалась, потому что она была в целлофановых пакетах в газете. Угу. Это… Это… Ну… Я вообще… Весть… Душа. Ясно. В общем, Никита, угарный был сегодня вечер. Все такое. Я поеду. Надеюсь, встретимся еще раз. Ты мне очень нравишься. Спасибо. Не уходи. Ты уходи, пожалуйста. Какой кошмар. Какой ужас. Я чувствую с тобой связь. Ну так супер. Я так себя не чувствовал 8 лет. С момента, когда мы ездили на лыжи с моей бывшей. 8 лет. То есть ты 8… А сколько с ней встречался? 7 лет. То есть вы ездили на лыжах и после этого все было уже не так. Ужас. Какая большая. Ну я думаю… Вот последняя, я помню, вот такой был вайб, когда мы ехали на автобусе на лыжах. Мы там общались, что-то на разветвителе. У меня есть разветвитель на две пары наушников. Слушали типа песни. Ну тебе, наверное, нужно все-таки распрощаться со своей бывшей, я считаю. Что? Тебе нужно распрощаться со своей бывшей. Нет, мы будем разговаривать только о моей бывшей, если мы еще встретимся. А, только о твоей бывшей будем разговаривать. А мы еще встретимся? Ну если я хочу стать историей главной про твою бывшую, мы обязательно еще встретимся. Я не верю. Давай. А что я должен? Ну это сжать руку. В смысле? Обнимашек. Мне всегда интересно было. Мужчины так не любят жать руку, а главное обнимашки а девчонки получать или что? Нет, я могу, но типа пожать руку это значит, что свидание полный пиздец. Ты думаешь? Да. Если обняться, то это просто пиздец. В смысле? Если поцелаться, норм. Ага. Если шпили-били, то заебись. Это типа шкала из каламбура или откуда? Или за один дом из журнала? Ну типа в Тиндере, там в Terms of Service, когда ты его устанавливаешь. Хорошо, тогда мы с тобой обнимемся. Нет. В смысле? И это все? Ты меня будешь отталкивать? Нет, ну обняться можно. И это все? Какой кошмар. Ужас, Никита, тебе надо, ты конечно угарный чувак, но тебе надо к этому в психу идти. Я хожу в психу. Ты ходишь? Окей. Ты меня отключил. Какой кошмар. Приятно было с тобой провести время. Just hands. Мы обязательно с тобой пообщаемся еще. Зачем ты это делаешь? Я ничего не делаю. Все, уходи, проваливай. Реально. Пока, пока. Я конченный. Все, хорош.